проехали ой красоту испортила просто брала и принимала из него душ всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут катя и я обожаю парфюмерию сейчас уже июнь и я хочу подвести небольшие итоги поделиться с вами ароматами с которыми я уходила в запой за эти полгода первый аромат с которым я уходила в запой в этом году это the majestic mask от александр джей аромата который мне очень сложно говорить потому что мне сложно его описать я поставлю здесь где нибудь пирамидки его и я себе сделала небольшие записочки о том что я в этом слышу и тут я слышу очень бабы танка лами и розовый перец в принципе для меня это моно аромат он очень тихий но достаточно стойкий и я когда его получила им поливался вот реально вот просто брала и принимала из него душ аромат сладкий немного пластиковый какой-то искусственный для меня это повседневные хоть может быть он не будет казаться повседневный кому-то и прошу не давайте сбить с толку себя названием потому что мускуса здесь нету и это мускусом совершенно не пахнет этот аромат у меня заикорился с этой зимой как я уже сказала у меня был с ним запой я им пользовалась наверное месяц флакон непрозрачный мне сложно сказать сколько я его использовала но он у меня будет любимым на холодное время года жду не дождусь я не хочу чтобы лето проходило быстро но я с нетерпением буду ждать когда я смогу им попользоваться и мне будет очень интересно попробовать его осенью следующий аромат которым я ушла запой этой зимой это косомат и брах и бхар никогда не могу запомнить как она правильно произносится поначалу он пахнет таким достаточно резким мускусом но в итоге когда этот мускус буквально через там пять минут выветривается это пахнет зеленым яблоком корицей какими-то может быть сладкими такими тягучими конфетами очень съедобный для меня это гурманский аромат я не знаю честно говоря в какую группу он входит я сейчас не вспомню мне кажется я даже не смотрела но несмотря на это для меня вот он гурманский я уже про него снимала видео если вы хотите посмотреть видео про распаковку и вообще про этот аромат заходите по ссылочке в описании на мое видео распаковку я его покупала намеренно по на фрагрантике писали что он похож на аромат который я очень сильно хотела но не хотела на него тратиться купила поливалась с удовольствием пользовалась ну как поливалась не поливалась им очень сложно политься потому что он достаточно громкий особенно у него очень громкий старт стойкий красивый шлейфовый гурманский теплый вкусный съедобный обалденный просто я им пользовалась и вот так хорошо пользовалась здесь видно во флакончике ну для меня это очень много с учетом того что я с него не слезала не знаю месяц может быть следующий аромат это была спонтанная покупка потому что были скидки в магазине перед закрытием и я вообще не жалею он мне достался по очень хорошей цене и это мореск марчес и двина я уже тоже про него много рассказывала сразу видно что я им пользуюсь потому что я про него много в видео рассказывала я его попользовала и у меня где-то вот уже столько жидкости для меня это вообще что-то нереальное в таких количествах потреблять парфюмерию и он пахнет если кто-то когда-то пробовал orbit жвачку сладкая мята в которой есть корица вот это аромат этой жвачки orbit сладкая мята с корицей он невероятно красивый я думаю что этот аромат соберет немало комплиментов принципе я работаю из дома и я немного где хожу поэтому драсти поэтому мне сложно судить собирает этот аромат комплименты или нет тем не менее вот его прямо хочется вдыхать и на протяжении дня я его наношу прям вот несколько раз с утра потом в обед потом вечером мне его всегда мало 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 всегда его хочется ощущать вот эти особенно старт мятный такой в принципе цвет флакончика очень классно олицетворяет то чем он пахнет в нем такая он очень яркий яркий вкусный я не думаю что он кого-нибудь может придушить ну на вкус и цвет все фломастеры разные но не суть в общем с ним я была в запое и я его купила зимой по моему и он у меня до сих пор стоит на столике до сих пор им пользуюсь с огромным удовольствием некоторые ноты этого аромата я себе выписала здесь есть перечная мята лист корицы лаванда жасмин белый мускус сандал и ладан я не согласна с ладаном и сандалом но в принципе да вот наверное лаванда ему дает такую холодинку он достаточно холодный ну вот очень мне даже трудно его описать он такой прямо мне просто пахнет он дает какие-то вот ощущения ощущения прохлады чего-то вкусного немного шуршавенького тут такая как будто какая-то шуршавая ваниль не вообще ни капли не жалею что я его купила прям вот люблю люблю следующий аромат это вообще вот у меня столько в этом году было запоев сколько не было мне кажется за последние там лет пять это сантал кардамон орд фрагонарда аромат которым тоже я пользуюсь и мне все время не хватает он не очень стойкий и поэтому я его часто обновляю здесь кардамон сандал ладан перец красные ягоды и лавр по моему лавровый лист или лавру я не знаю я сама не знаю что я написала определенно здесь есть такое что-то специевое в плане кардамона может быть да кстати лавровый лист и сандал но здесь сандал не кокосовый а такой вот очень интересный холодный и как я уже не раз тоже говорила он замыливается замыливается в очень хорошем смысле то есть это поначалу такие специи и сандал а потом это чистота аромат чистоты я думаю что этот парфюм для меня будет топ на вообще этот год потому что он абсолютно вне сезона я думаю что он и летом будет классно звучать но я его купила весной когда на улице еще было холодно прямо вот любовь вот это любовь очаровательный флакончик коробочка тоже очаровательная ни капли не жалею это не была покупка вслепую тем не менее я его пробовала у подружки только один раз света привет спасибо тебе за то что дала попробовать и мы вместе заказали он очень долго ехал но я прям вот любимка и последний аромат мне главное сейчас ничего не уронить не разбить самая последняя покупочка это спиричуал от миколев у меня был пробник этого аромата мне его дали за покупку в магазине крем для крем я его с удовольствием просто использовала я его тоже использовала с запоем у меня лежал 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 пока руки не дошли и потом когда я его нанесла в первый раз я куда-то улетела в какое-то другое измерение космическое и просто я точно знала что когда пробник закончится я буду искать себе этот парфюм принципе с учетом цен на ароматы миколев он не такой уж и дорогой аромат холодный и я на него получила уже один анти комплимент я не совсем люблю мягко говоря эрбо пуру кирке и прочие ароматы кирке я вообще не слышу даже и мне муж сказал что он слышит вот эти вот ноты противные в этом парфюме в нем есть вот этот немножко что такое острое какой-то может быть мускус который есть в вышеперечисленных со спирой кирке и прочих парфюмах но там я этот вообще запах просто ненавижу терпеть не могу и мне становится плохо и вообще нет тут это вообще что-то волшебная сказка наверное теперь я стала понимать людей которые любятся спира и кирке и арбо пуру получается что я наверное одна из них раз он похож и я себе тоже здесь выписала некоторые ноты не все здесь бергамот розовый перец жасмин 7 серая амбра и бензоин я думаю я подозреваю что это 7 серая амбра так пахнет он определенно не бы сказал даже наверное там мускус но нет это не мускус это серая амбра смолы бергамот у него очень такой свежий красивый сочный старт и я не слышу здесь розового перца я не слышу цветов для меня это аромат не про ноты а про какое-то вот он пахнет не знаю космосом космической пылью какой-то мне очень сложно его разделить на ноты для меня это что-то такое как произведение искусства которое не то чтобы нельзя даже не надо не стоит разделять на какие-то составляющие до сих пор им пользуюсь несмотря на то что наступило лето мне очень интересно кстати будет как люди реагируют летом в тепле на такой аромат но я не убираю его пока что здесь мне никто не испортит настрой и не скажет какой-нибудь гадости когда я буду в нем ну вот прям любовь но еще один аромат который я забыла взять с собой но я не забыла про него я вот здесь вот где-нибудь поставлю или тут или тут картинку это косили от парфюм де марли по нотам это красная смородина франджи пани ваниль и слива что для меня это аромат просто какого-то райского персика сорванного самого красивого дерева на земле он хрустальный он для меня моно я никакой сливы в нем не слышу одна девочка сказала что франджи пани может пахнуть персиком вот для меня вот прям персик и все мне очень не терпится попробовать его в теплое время года потому что купила я его зимой и носила я его в запое тоже зимой я его просто неделями носила для меня вообще запой это очень такая редкая вещь потому что я могу с утра пользоваться одним в обед другим вечером третьим запой для меня это значит что прям вот вообще аромат моя любовь и ну да мне не терпится попробовать его в теплое время года пишите в комментариях делитесь со мной какие ароматы вы любите какие с какими ароматами в этом году были в запое это к ваших это старички любимые или очень интересно звучит любимые старички или какие-то новинки у меня обычно запой происходит с новинками но бывают и какие-то такие открытия открыл ящик увидел какой-то старый флакончик и ушел в запой неожиданно вот ставьте лайк подписывайтесь на мой канал для меня это очень много значит всем мира и добра и хорошей погоды пока